Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зубы, сегодня, ребятки, будем играть за звездного героя Луи, вот такого красавца, я, кстати, не помню, у него есть анимация или нет, ну, вроде, должна быть, в общем, посмотрим, если что. Ну и что, ребятки, сегодня ничего интересного, вот так вот неожиданно, да, разработчики, как всегда, немножко душат, ну, сейчас посмотрите, с чем, вот с этим душат, смотрите, байт, просто байт на наборы. Конечно, здесь может упасть 5-звездочный, но, ребятки, здесь может упасть еще и 4-звездочный, и вот это, мне кажется, байт-набор, он самый важный, но, мне кажется, и без него справимся. И так не пройдем, да, в любом случае. Зайдем в лабиринт, на всякий случай, а вдруг повезет, ну, конечно же, до финала мы не дойдем, даже до середины даже не дойдем, хотя бы до шестого бы этапа дойти, или до пятого, в идеале, и залутать хотя бы два наборчика, один бронзовый, один серебряный, было бы красиво, но, как вы знаете, сейчас 3-4 уровень нам расскажут, что такое бот, и где его найти. Смотрите, сейчас специально на него нажму, где он был в прошлой двери, и его тут нет, совпадение, конечно. Возможно, сейчас дальняя будет подкрутка, но мы сейчас это узнаем на четвертом этапе. Ну-ка, открываем левую дверь, и бота нет. Все пока что складывается хорошо. Есть вариант достать серебряный набор и красиво уйти в закат. Ну-ка, серебряный набор, приди. Ага, идем дальше, значит, идем дальше. Хотя, возможно, стоило бы залутать. Он слева был. Ну, сейчас мы налево тоже нажмем, и тут бот. Причем, заметьте, ребятки, даже дверь еще не открылась, а там уже голова бота вот торчит из-за закрытой двери. Совпадение, да? Ладно, как всегда, лабиринт нам нравится, очень сильно неподкрученный. Ну, кстати, разработчики до сих пор еще не писали, ребятки, что заканчивается второй этап. Да, вот второй этап, состоящий из двух лавс, третий и четвертый. Пока что про это ни одной инфы, то есть то, что вот четыре дня тут написано, ну, 44 дня, и то, что первый этап был 20 с чем-то дней, и вот как они собираются впихнуть остальные этапы, я не знаю. То есть у них было 80 с чем-то дней, и они сделали первый этап 20 с чем-то дней. А и осталось там вот 60 дней, и как-то они сейчас это будут разруливать. Ну, гениальность она, вы знаете, у разработчиков зубов присутствует. Так же, ребятки, там секретный секрет вам расскажу, но это в бою уже будет. Разработчики там это, ну, скажем так, не торопятся с обновками интересными, вот скажем так, да. Жаль. Видимо, клановые бои еще не скоро выйдут, судя по тому, что они торопятся. Видимо, этот первый тест, он просто тест был, да. И, к сожалению, ничего пока что, кланов, такого жесткого нам не принес. Но, я надеюсь, принесет в будущем. Я даже, возможно, все-таки решусь, да, попробую, ну, попробую, да, потребую, попробую разработчикам написать. И вдруг, ну, это, конечно, шансов ноль, потому что я прекрасно все понимаю. Да и вы все понимаете, если бы разработчики реагировали на адекватные слова, то эта игра была бы другой. Но, как говорится, вы сами все верите, да, реагируют. Да, ну ладно, мы отправимся дальше. Так вот, есть вариант, что, возможно, они все-таки добавят туда, ну, я имею в виду, в клановые бои, отображение, сколько кто очков набил. Потому что это было бы хорошо, если бы такое было. А то мне вообще непонятно, кто в клане активный, кто не активный, как бы, ну, это напрягает многих игроков, не только меня. То есть ты стараешься, ты набиваешь 300 очков, а кто-то набивает 10. Ну и, как бы, немножко неприятно, да, ребятки? Почему это кто-то старается, а кто-то не старается. Да, вот по этой причине и хочется, чтобы все было красиво. И вот эта механика была. Кстати, заметите, как игра лагает, да? Прекрасно, я считаю. О, спасибо, спасибо, волк. Надеюсь, это нам поможет победить в будущем. Но это должно помочь, потому что, ну, как бы, кассетка-то, посмотрите, какая здоровенная. Так, ну, мы сейчас здесь стоим. У нас все хорошо. Где-то там еще дерутся два склада, судя по тому, что я вижу слева на экране. Но где они дерутся, непонятно. Наверное, где-то сверху слева, мне кажется. Или вот здесь вот. Что-то лев здесь какой-то бык. Быкует на ровном месте. Странное действие от льва. Ну, ладно. Что ты там, кого-то нашел? Да? Нашел? Ну, давай, показывай. Кого-то там нашел. Ну? Где? Где? Он видишь? Погнали. Там этот гений умирает на Яре. Закидываем льнар гранату. Врываемся в крабика. И двигаемся дальше. Я сейчас тут, кстати, очень жестко быкую. Я пытался сажать в них аптечку, не получилось через капкан, через много чего там пытался это сделать. Почему я быковал, ребят? Ну, чтобы не дать преимущество противнику, да? В виде аптечек, да? Которые они могли отжать. Там вы задолбали, спасать. Вы смотрите, у каждого дефибриллятора. Что за дефибрилляторные друзья? Хорошо, что урона было много. Ох уж, это неуязвимость, конечно, да, напрягает очень сильно. Еще Яра сейчас багнется. Нет, не багнулась, кстати, повезло. А то бывает как багнется, так... А нет, багнулась. Просто жесть. Как же это... Как же это работает прекрасно. Ладно. Главное, что мы победили, и это... Прекрасно. Кстати, заметьте, легенар граната вот такого размера. Не самая большая. Есть и побольше. А ты беги куда-нибудь, ну, поровнее. Ну, я же попасть не могу. Это... Вы видели, да? Ее отсюда телепортировало туда. Нормально вообще, да? Нормально. Бредка, конечно, и... Ну, это же зубы, да? Лагов нет. Телепортации нет. Ничего нет. Конечно, в кавычках. Все это есть. Ладно. Большое, конечно, спасибо волку, который дал гранатку. Если бы не он, возможно, не было бы здесь победки. Но победка была. К счастью. Там 17-я против нас Яра была. И, в принципе, она могла бы развалить. Возможно. Но... Луи, он все-таки сильный. Кстати, давайте немножко сборку глянем, ребятки. Вдруг что-то есть хорошее на Луи. Что-то хорошее. Это Нинка Луи, да. В общем, идем дальше. Опять же, ребятки. Я вот недавно вам показывала видосик про кофе, да? На слоне. В принципе, в ивенте оно красиво заходило. И вообще, очень интересный предмет, если рассматривать его в плане вулканов. Именно, да. Карта вулканы, все дера, все дела, дера. И вот если там рассматривать, то смотрится интересно. Ну, мне, по крайней мере, очень понравилось кофе. Я такой, что даже его брал бы на постоянку на эту карту. Потому что, ну, реально жестко. Очень жестко дает бусты. Не получилось у меня залатать без сушки, к сожалению. Возможно, у Рави она тоже есть, но это непонятно. Ну, кстати, Рави с кофем, говорят. На этой карте не советую, потому что, ну, все-таки, кофе это, знаете, вот, ребятки, чисто для ивентов. Набить киллы как можно быстрее и как можно больше. А для победки, ну, лучше все-таки использовать, конечно... Ах, решили не брать. Ну, ладно. Лучше все-таки использовать нормальные предметы. Хотя, если рассматривать, опять же, вулканы, там даже для победки кофе смотрится неплохо. Не спешим никуда, как говорится. Не хотят они бегать со мной, это их проблемы, правильно? Я что, виноват, что кто-то больное животное, которое не хочет бегать с нормальным уровнем, а я их потом должен этих гениев спасать всегда? Типа, вот они гении, а я их должен спасать. Вот как сейчас, видите, я как рискую, старая фигнёй, подставляюсь под бака. Да, видите, что я сделал? Рисковал, послался из-за больных животных в команде. Потому что, которые взяли, пошли и сдохли. Вопрос, зачем они это сделали? Ну, генричат. Ну, это... Вот я просто мог бы вот здесь вот стоять, да, сейчас вот слева. Закидывать сюда гранату, я бы победил в этом бою. Просто одной гранатой. Ну вот, я же это самое. Я же... Я же гений, да. Я же пошёл спасать своих гениев, больных. Неизлечимых. Ну, это, как говорится, надо было понимать. Я ещё когда подбегал к ним, понимал, что я как бы бессмысленно такое делать. Но вот, ну вы же понимаете, ну как можно из себя что-то хорошее убрать? Нельзя. Поэтому всегда стараешься как бы сыграть. Но как-то нужно больше, лучше оценивать ситуацию. Я в этот момент ситуацию плохо оценил. Не оценил силу противника. Там был баг 12 уровня, который просто зашёл и развалил. Плюс ему ещё помогли другие его сырщики. И увидели, я очень быстро развалился. Поэтому, ну, чтобы такого не было, нужно думать, ребятки, побольше. И не рисковать хотя бы на первых секундах. Особенно ради гениев, которые вы уже заранее знаете, что они гении, да? Ну, там было заранее очевидно и понятно. Это когда они вот... О, скидебецушки набил. А чё не луталось всё это время? Странно. Потому что я был здесь, они были здесь, они уже были мертвы. Да, почему они там были мертвы, непонятно. Так, набиваем бицушечку. Направляем мышек. Последнюю, последнюю бицушку не золотал. Ну, да ладно. В принципе, так сойдёт. А вот ещё, кстати, ботик пришёл к нам. Ещё одна бицушечка. Ну, я считаю, нормально. Четыре бицухи, могло быть пять даже. Подлутали. Вот, закидываем урончик, даже мышек сюда отправлю. Ну, тут, ну, тут у нас бачок, видите, какой красавчик. Плюс лев красавчик. Плюс я красавчик. Ну, и как бы, ну, изи побед. Не, без напряга. Противники сами вышли с воды и умерли. Просто вышли с воды и умерли. Вот так вот это всё просто происходит. У, ярая трубка. Понимаю, понимаю. Ну, ладно, там десятый уровень. Хотя, на самом деле, не ладно. Залетаем. Залетаем. Тут я немножко движено вожу, как видите, немножко неадекватного, да? Мы, в принципе, одного уже убили противничка. Мне просто очень удобно, когда... Ох, какой бачок молодец. Нравится. А там, какого-то канистра гелия. Канистра гелия, это, конечно, гениально зебра. Хотя там, говорят, у зебры, мне кажется, у жирафа была канистра гелия. Как же не лагать, да, ребятки? Вы прям чувствуете эти нелаги, да? И я их чувствую, а их нет. Зебра до сих пор живой. У нас, кстати, тоже зебра есть. А хватит, надоел уже, друг. Он просто решил убежать. Нет, знаете, он мог бы убежать, и тогда бы он рейтинг получил выше, да? Больше рейтинга получил бы. Он бы получил рейтинг за шестое место. Хотя его команда тоже самарно на шестом месте. Ну, там как-то очень странно это всё распределяется. Когда ты умираешь с квадом. Ну ладно, главная победка. Вы, кстати, задание какое-то выполнили. Давайте посмотрим. Убей всем врагов в кустах. Ну, на железной дороге в кустах убивать легко. 12 жетонов на жабку, Ромео. Скоро 18 уровень, 5 слотов, надеюсь. Ну и чё, отправляемся дальше, конечно же. Я, правда, в этот раз немножко вскоре, но как-то дорогу лап прохожу. Ну и фиг с ней. Луи с бицушкой всё-таки тоже нагибучий. Очень даже. Ну, у нас сейчас опять бой, сейчас опять лагать будет, скорее всего. Надо будет ещё мне кое-что потестировать, возможно, хотя вряд ли. Зачем я беру эту гранату, если вот, понимаете, там лук лежит серебряный, я беру бронзовый. Здесь гранта лежит золотое, я беру бронзовую. Тянет меня к бронзовым предметам, что я могу сказать. По-любому. Именно в этом всё заключается. Мышек отправим. Ну, отправьтесь. Ну, успел? Не. Ноль киллов. Ноль киллов. Как же обидно. Дай мне киллы, ну. Ну чё, если такие жадные. Жадные до киллов. Бицушку как мне набивать? Я хочу усиление получить. Вот просто, смотрите, на равном месте лагает. Жёстко. Ладно. То такое. Будем сейчас пытаться как-то без бицушки это всё отыгрывать. Конечно, тяжеловато. Закидываем урона. Вроде бы много урона закидываем, да? Но, ой. Отрикошетило немного. О, черепашку норм продамажил. Так, закидываем урончик. Под бака нужно не подставляться. О, два двадцатых уровня. Пока что манёвры просто совершаем. Очень сложно против двадцатого уровня, если что, отыгрывать. Это что было только что? Это у меня кто-то из этих бахнул, да? Вот, смотрите, я опять иду спасать своего союзника. Зачем я это сделал? Зачем? Зачем я это сделал? А у них тут компашка, видите, из сильных уровней достаточно была. Я такой не вытащу соло. Ну, альпака старался, но там без шансов. Там таких ребят, наверное, я бы смог развалить, если бы снизу было больше союзников. То есть мы, естественно, почему-то пошли наверх-налево. Вопрос, зачем они сюда пошли, я не знаю. Ну, вот они зачем-то пошли и, как бы, тут, заметьте, еще феромоны у этих друзей. Давайте-ка глянем, что у этих друзей есть по дропам. Ну, слушайте, могли бы вытащить, там не самые сильные. В цифре вообще одарена интеллектом взяла сам дали с этого. Поэтому могли бы мы их спокойно развалить, наверное. Надо было потянуть время и подмажить. Но, скорее всего, это не получилось бы, кстати. Опять задания выполнили, ничего себе. Из-за того, что, как вы замечаете, ребятки, там есть проблемы. Связанные были они с тем, что мы находились в кустах. А как бы в кустах там подвижность у Тони высока. И он, скорее всего, нас догнал. Короче, мы бы урон получали во время замеса. А у них было преимущество. Ну, их там почти три двадцатых. Там один двадцатый. Один двадцатый. Один двадцатый. То есть было бы очень тяжело. Плюс, если бы Фэй попала своим, так сказать, замедлением, да. То была бы у меня большая проблема. Да и не только у меня. У меня что, по сути, из напарника был только Альпака. То есть я, по сути, должен был все это сам убить. Немножко сложно. Немножко. Ну, можно было постараться, наверное. Я подумал, что, может, вдруг спасу там как-нибудь. Но как-то не спас. Как-то не спас, да. Да вы что, издеваетесь, а? Ля-ля, там ты шо? Врывы. Эхидну додушим. Эту тоже додушим. Спасатели, ля, спасли только что Эхидну. Ой, что-то я опять забыковал. Опять я забыковал. Надо бежать, надо бежать. Бегите, глупцы, бегите. Это про себя, если что. Урон закидываем. Пока что все норм. Сейчас мы вроде бы отмансили. Тут под свой склад можно будет сыграть. Урончик закидываем. В принципе, все ок. Но, блин, тут проблема в том, что они сильные, видите? Они очень сильные, ребятки. В плане выживаемости. А я очень много урона себя впитываю и получаю. Не получается. О, сверху склад пришел. Какое совпадение, да? Жесть, какое совпадение просто. Нихибу не получается убить. Нужно сейчас им уходить. А, не получится, наверное, мне сейчас развалить, да? Или получилось? Получилось развалить, но немножко волк через текстуры проходит. У волка все нормально. Так, ну я пока что здесь вот так вот. Ну, как бы я один остался, ребятки, если чё. Если чё, я остался один. И надо как-то это сейчас все убить. А там у них них, чтобы вы понимали. Там у них них. Ну вот, вот я... Я пронаглел. Берите, у них руби еще жива. Короче, я сейчас... Мне сейчас надо держать дистанцию, я фигней страдал и пошел за аптечкой. И вот опять ошибка, опять ошибка. Я же мог затащить это все. Ах, как бесит, как бесит. Жесть. Ай, ну зато весело. Зато весело. И, в принципе, на этом прекрасном веселом моменте мы будем заканчивать. Конечно, обидно, что проигрываешь. Но, вы знаете, ребятки, бои-то интересные в итоге только получились. Ну, некоторые, да? Вот против сильных противников. Правда, вот сразу, кстати, заметно, где ошибки, где их нету. То есть я очень часто врываюсь, да? На луи в ближний бой. Это просто катастрофическая ошибка. Вот даже сейчас я вроде бы думал, ну зачем я врываюсь? А взял, ворвался. Хотя это была тоже ошибка, которую нельзя было совершать, но я ее совершил. Поэтому не совершайте эти ошибки, ребятки. Думайте, на ком играете, в каких ситуациях стоит врываться, каких им стоит. На луи вообще не стоит, походу, врываться. Ни в каких ситуациях. Потому что вот в тех ситуациях, в которых я ворвался. Ну, кроме одной в первом бою, да? Везде отлетел прям на легкие. Но здесь был шанс. Здесь была аптечка. Здесь можно было додушить. Ну, что-то вот под лук ехидный я, получается, ворвался. Или под какой-то такой лук. Из-за этого вот все это так обернулось. Ну, бывает. Всех противников не видел. Все, ситуацию не понял. И вот к чему это привело. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Криса думайте. И побеждайте. И не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok